Вместе с установлением стабильного тепла на юго-востоке и востоке Украины и массовым лётом насекомых, прилетает к нам красивейшая птица золотистая щурка. Также прилетают ласточки деревенские и городские. Прошлогодние молодые птицы вместе с родителями возвращаются к своим родным гнёздам и формируют свои гнёзда уже рядышком со старыми, образуя колонию, под крышей или в хлеву, или в сарайчике. Если нет места, осваивают новые прилежащие территории и живут колонией. От городской ласточки отличается длинным вилочкообразным хвостом и буроватыми щёчками. Также буроватое пятно на лбу и под шеей. Размах крыльев у деревенской ласточки до 34 сантиметров. Рядом с ласточками на провода приземлилась молодая Иволга. У неё ещё скромное оперение. Периодически смесь гнездовья на кормёжку пролетают сапли. Но всем птицам нужно быть на чеку. В небе конёк – это его охотничьи владения. Увидев опасность, ласточки объединяются стаей и атакуют хищников. Хищник отступает. А в небе появляется другой грохочущий хищник, обращающий в бегство зайца и косулю. Иногда заяц выходит на дорогу, и тогда его хорошо видно. Но чаще он хорошо маскируется. И можно пройти в метре рядышком от косого и не заметить его. Ежата осваивают пространство. В то время как их папаша жуёт птенца, малыши пробуют на зуб насекомых. Рождаются ежата без колючек ярко-розового цвета. Сами колючки – это фактически видоизменённый волос, которому прикрепляются мышцы. Поэтому еж свободно может регулировать направление иголок. Кроме насекомых, червей, ящерец, яиц, птенцов, еж с удовольствием может съесть змею. Благодаря белку эриноцину укус змеи для ежа не смертелен. Лишь если будут массовые укусы в большом количестве, конечно, тогда для ежа это опасно. На коже у ежа поселяется масса всевозможных паразитов. Это и обычные ксодовые клещи, которых они в траве собирают, и подкожные чесоточные клещи. Увидев ежика в природе, многие, как взрослые, так и дети, стремятся поймать его и принести в дом или в квартиру. Вспоминайте, что как и собаку и кошку, нужно ежика обязательно обработать от насекомых инсектицидными препаратами. Пчела работает весь световой день. Природа шутит. На лапках пчелы вы видите желтые шарики. Это пыльца растений, склеенная особым секретом и называется обножка. Обножку приносят пчелы вулей, запечатывают с медом в ячейках вулей, образуя пергун. Капучница известна нам всем с детства. А вот крупный яркий паук Риопа может даже испугать. Над кустом шиповника сидит самочка-сорокапута Жулана. У нее там гнездо. Между сосновых иголок снует самая миниатюрная наша птичка. Это желтоголовый королек. На верхушке дерева кукует кукушка. Знакомый зайчик. Ну, а это поющий дрозд. Воробьишка с мухой в клюзике. А это средний шустрый дятел. Отличается от большого пеустрого дятла тем, что у последнего черная полоска до самого затылка тронется. Шустрая рыжая лесная мышь вышла перекусить. Она находится постоянно в движении. Яркий самец фазана, учуя опасность, решил врага отвлечь. Он громким криком перелетает подальше от гнезда с самочкой. Затем, принувшись, грубо говоря, по-пластунски, быстрыми перебежками возвращается в обратном направлении к самочке. Великолепные наши певцы Рипалов и Зеленушка. А вот у Сорокопута знамениты только его очки. Щеглов за их внешнюю красоту и приятный голос часто держит, особенно в зимний период времени, дома в клетках. И снова Рипалов и Жулан. Песня же «Грозда» сопоставима с соловиной. Не птичка, силуэт параплана. А это поползень делает заготовки. Белочка. Ну, как без подсолнуха на Украине. Собирая цвет лекарственной ромашки, наблюдала интересную ситуацию, когда ласточки, которые недавно кормили своих подросших птенцов в небе, вдруг, зачуя издалек грохот от летающего вертолета, стали его атаковать. И выглядело так, ровно так же, как они набрасывались на хищного конюка. Невольно произошли ассоциации. Украинский вертолёт и хищный конюк. И, как следствие, пока человечество живёт по законам дикой природы, оно и есть главный враг жизни на Земле. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова